Мы живем сейчас в преддверии полного освобождения всех оккупированных территорий и возможного распада этой гнусной империи, которая принесла так много горя всем народам, населявшим и ныне находящимся в границах этой империи. Она устраивала десятки депортаций народов, геноциды народов, голодоморы, в результате которых гибли миллионы людей. Она уничтожала цвет нации всех народов, в том числе и лучших людей России, и превратила эту страну Россию в одной из самых презираемых в мире стран. Я в этой обстановке, я думаю, все народы, в том числе народы Кавказа, должны быть подготовленными к возможному развитию событий, то есть к жизни уже вне этой империи. Какие будут созданы государства, федерации или конфедерации, над этим надо будет заранее уже продумать, подготовиться. И в этом плане Горская Республика, образованная в мае 1918 года и через год ликвидированная благодаря внешним силам, является ярким примером того, как разные народы, говорящие на разных языках, могут объединяться во имя процветания и дальнейшего сосуществования. Продолжение следует...